Так, ребятки, всем здорова, меня зовут Максим, добро пожаловать на канал, короче, давайте быстренько пройдемся по акциям, которые нам завезла и новая, что-то в натуре, даже почти, даже почти появилось ощущение нового года, целых 4 акции на сегодня, но, честно говоря, что-то я не нашел даже особо ничего прям супер прикольного, ну давайте смотреть по порядку. Первая акция это замерзший каньон на часик в день за 200 тысяч аден на 65 плюс уровня вы можете залезть, значит, в ледяную локацию, там вам дадут вот такой скинчик, чтобы вредные дебафы на вас не ложились. Там, в принципе, довольно приятные мобы по количеству опыта, за, значит, 50 монстров уничтожения будете получать немножко кача и снежный кристалл, вот. Кроме того, кроме того, если вы там охотитесь, вы еще можете случайно себе лутать в инвентарь, так, при убийстве ледяных мобов особые награды, они будут меняться, зависит от текущей недели события. Так, ага, на разных, в общем, неделях можно будет мутить еще с этих мобов всякие интересные приколдессы, ну, скажем так, ну, 6 недель длится ивент, ну, скажем так, в течение недели можно будет залутать в теории, значит, 14 наборов венцов. Ну, вообще приятненькая, приятненькая штука, тем более денег не просит, ну, разве что 200 тысяч за вход, но это, в принципе, каждый игрок может себе позволить и очень сильно все это дело окупается в любом случае. Можно и в коллекции, можно и на себя, может быть, что-нибудь даже переточьте, еще и опыта налутайте и получите вот таких вот снежных кристаллов. Так, значит, в магазине L можно будет размутить вот такие вот куклы снеговиков по 100 тысяч аден, они синтезируются, на 10 уровне она будет давать аж 10% опыта SP, кидал его полнейшее, если потратите больше 10 лямов и не сделаете себе куклы снеговика 10 уровня, то больше не надо пробовать точно, вот. Да я бы даже 3 ляма, знаете, вот максимум, типа, дал бы все, до свидос. Вот, ну и, соответственно, можно будет тот самый снежный кристалл, который вы каждый день будете лутать. Ну, непонятно, сколько вы будете лутать, ну, X2, два кристалличка за награду, но кристаллички вроде как падают и сами по себе, если я не ошибаюсь, и их, соответственно, можно будет еще обменять на дополнительные наборы модификаций. Здесь уж кому чего не хватает, тот в то и будет все это дело тратить. Ну, через 6 недель после новогодних каникул все это дело удалится. Дальше идем на вторую акцию, давайте посмотрим, что у нас здесь. Праздник не по графику. Значит, появляются у нас в городах новогоднее дерево или настроение. Короче, вот эта вот тварь будет нам бафать. Немножко макс хп, макс мп, бонус опыта, сп плюс 20%. Ну, бонус к опыту прикольно. И даже никто ссаную куклу не заставляет синтезировать за много-много аден. Так, значит, фишка в том, что Дед Мороз будет в 11 по Москве и в 21 появляться где-то рандомно вот в этих вот локациях. Будет стоять там час. Ну, скорее всего, инфа в чате будет об этом. Вы подходите к нему. Он раз в день на одного персонажа аккаунт будет давать вам вот такой вот приятненький хрюч. Вот древние адены в том числе будут залетать. Древние адены это приятненько. То есть в день можно будет фармить очень много вот этих вот древних аден. Ивент будет идти у нас две недели. Соответственно, 1400... Ой, 1400... 2800 древних адены можно будет залутать и взять себе заветный шлем манны. Или на что ты там копишь, я не знаю. В любом случае не помешает. Следующий ивент называется Создавая Еву. Здесь я, честно говоря, потерялся. По-моему, это какая-то рыгань, честно говоря, которая была среди корейских ивентов, может быть, для новых серверов или что-то около того. А иного такая... О, ивент, прикольно. А давай завязаем. Ну, давай. По факту, три боксика. Каждый стоит 5000 эл монет. Значит, из одного падает Кристалл Евы и 10 брошек третьего уровня. Из второго Кристалла Евы и 10 браслетов для талисманов третьего уровня. Вот. И из вот этого вот, значит, Кристалл Евы и браслет призыва Агатиона третьего уровня тоже 10 штучек. Зачем нам нужен Кристалл Евы? Два Кристалла Евы, которые вы получите всего лишь за 10 тысяч эл монет, можно будет попробовать с 5% шансом обменять на пятого уровня брошку или браслеты. Вот. Кроме того, Кристалл Евы можно, если он по одному, да, то сразу просто потратить на конкретно брошку, браслет или талисман третьего уровня. Здесь всего лишь 1 за 2 Кристалла Евы. Здесь, значит, 1 за 1. Ну, выгоднее просто сюда кидать, а вот в эти вот даже и ничего не тратить, потому что 5% шанс выпадения — это бредятина полнейшая. Честно говоря, как ни считай, приходишь к выводу, что через ивент получения этих браслетов и брошек, оно дороже, чем оно на рынке прямо сейчас есть в игре. Вот. Но это просто... Я не знаю. Для чего они ставят эти акции вот такого рода, я не представляю, разве что для каких-то гига-донатеров, которые очень срочно хотят себе там шестой браслет Агатионов, который дает статы, но они не готовы там что-то искать по рынку, что-то там скупать, синтезировать. Хочу! Дайте мне кнопку для получения. На тебе кнопку для получения. Но в любом случае придется вникать как бы вот в этот вот ивент. То есть, я не знаю, ну зарядит там человек 20 коробок. Ну, наверное, получит. Ну, это такой оверпрайс, типа, жесточайший. Даже не думайте так делать, обредятина полная. Под конец ивента, может быть, может быть, понизятся цены на вот эти вот штуки. Если вам там заветный какой-то стат нужен из браслета для Агатионов, да, вы просто мутите себе там его пятого уровня с рынка. Они сейчас, ну, типа, скорее всего, ну, немножко, но должны подешеветь. Ну, не так уж много гига-донатеров, к счастью. Ну, на самом деле, к сожалению, кстати, так бы рынок был насыщенный. Ну, и еще один четвертый ивент на сегодня. Это вот такое-то штурмовое предупреждение. Как обычно, за 9500 можно соточку взять, значит, или просто брать по одному за 100 монеток. Лутбоксики. И гарантированно мы будем из него получать 2 шторма Сайхи. На самом деле, штормы Сайхи сейчас довольно актуальны, потому что, ну, они закончились. Вот, на стартовых акциях их закинули. На сегодня они, ну, лично на моем персонажа на новых серваках закончились. Мой берсик бегает вообще без них. Вот, значит, также из случайного... Ну, как бы да. Ну, как бы да. Слушайте, сундук с книгой «Заклинание 3 звезды». Все бы хорошо, но это рандомная, сука, книга. Ребята. Типа, все бы хорошо... Кнопку шире. Ага. Вот. Все бы хорошо, но это ж просто, типа, оттуда будет рандомная книга выпадать. Оттуда нельзя взять нужную. То есть, даже если она вам пойдет, а вам там херак... Четырехзвездная книжка на ЕЕшку. Почем вы ее продадите? Ну, слава богу, если за три коробки какой-нибудь придурок у вас ее заберет. Так что, ну, это бредятина вообще полнейшая. Вот. Потенциал красок. Ну, наверное, плюс-минус актуален для новых серваков, конечно. Ну, опять же, такое. Типа, нужно очень немерено открыть этих лутбоксов ради этого потенциала красок. Оно того точно абсолютно не стоит. На те же самые бабки можно другого буста себе взять просто до жопы. Вот. Книга «Заклинание убийцы драконов». Это так чисто визуальная, на самом деле, практическая вещь. Вот. Сундук с оружием «Монарха льда». Опять же, рандомная пушка оттуда упадает. Эпик не точеный. Слава богу, если он упадет. Но на него сейчас довольно сильно маленькие цены. И он есть точеный на рынке. Но это я про новые серваны. На старых-то вообще оно нахрен никому не нужно. Тебе самому доплатят, если ты заберешь у кого-нибудь это ссанное кольцо баюма нулевое. Вот. Сундук с доспехами защиты. Опять же, чего-то там стоит только хэви-низ. Да. На новых серваках там на рынке можно чуть ли себе не сет собрать весь, кроме хэви-низ. И вряд ли вам упадет хэви-низ, который хоть кому-то нужен. То есть, нужно в супер в удачу попасть с сундуком. Потом в супер в удачу попасть с нужной шмоткой. Все остальное нахрен не нужно. Вот. Ну, конечно, кому-то выпадают рандомные всякие такие штучки. Какие-то там куклы Клакиса, чудовища. Ну, опять же, работягам они нахрен не уперлись. Вот. Ну и так, в целом, такие, такие, эээ, такие рыганные-рыганные награды совершенно не нужны. Вот. Но есть прикольная штука, лимитированное создание. Значит, в определенные дни как бы можно покрафтить всякого хрючего прикольного за, значит, печати герана. Но количество ограничено. То есть, как только там три раза кто-то затащит вот этот вот купон на три звезды, он перестанет как бы работать. И по факту единственное, что здесь действительно прикольно смотрится и что здесь довольно часто встречается, это тот самый купон на три звезды. То есть, по факту, да, шанс выпадения небольшой. Четыре с половиной процента. Примерно двадцать один, двадцать два трая вам нужно будет сделать. Но двадцать два трая по тридцать одной печати, это, ну, статистически это дешевле, нежели чем тащить трехзвездную книжку с двадцати пяти процентной вероятностью. Хотя особенно, если ваша книжка во внутриигровом вот этом крафте стоит четыреста там с хреном печати. Здесь ее подешевле можно достать. Если вдруг вам сильно нужна какая-то трехзвездная книжка и вы сильно хотите сэкономить на ее получении, да, там создали себе твинка, СБшку там или еще что-нибудь, сейчас пытаетесь как-то фармить. Да, 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 вот это единственное, что можно отсюда доставать. Все остальное какой-то, вы меня извините, лютейший разводняк для челов, которым просто некуда уже эти рыганные печати ссувать. И я как раз-таки один из таких челов, у меня тысяч шесть этих печатей на старых серваках. Но, наверное, я еще не дошел до той стадии, когда, ну, хоть куда-нибудь что-нибудь засунуть, я не вижу смысла. 204 печати, один трайт, четыре с половиной процента за второго антараса, который очень специфически нужен. И можно просто, типа, в десять раз дешевле взять с рынка второго закина. Ну, вот, да, он не даст там каких-то суперрезистов, но тот же самый вампирик, который 90% ценности этого итема имеет, ну, для работяги, то же самое вам все даст. Какой-то пятый символ фатальности, что это вообще такое, бредятина, бредятина полнейшая. Отдавать три коробки за него, даже больше, сильно больше. На рынке просто висит сильно дешевле. И не лимитированный, забирай сколько хочешь, со всякими ЛСами еще, господи, здесь-то пустой. Вот, в общем, акции, я скажу, что, замерзший каньон, часик в радость, чефиры в сладость. Пришел, пофармил, ничего платить практически не надо, очень даже перспективно вкусно. Вот, с Дедом Морозом, с его, значит, поисками, тоже окей. Поднафармил древние оденки, жрать не просит, супер дешево. Вот это, это просто маразматичный бред того человека, который отвечает за акции на руофе. Это просто, я не знаю, если у них есть обязанность все акции ставить корейские, ну, тогда это объяснимо. Если нет такой обязанности, зачем вот это вот вводить? Не представляю. Вот, ну, а это, это рыганые лутбоксы. Рыганые лутбоксы для какого-то чела, который себе вытащит сундук с книгой заклинаний 4 звезды, потом поймет, что оттуда рандомная книга, а не нужная, упадет. И такой типа, о, спасибо. И лучше же не не показывать, сколько с карты денег за этот вечер ушло. Вот. Такие дела. Огромное спасибо за внимание. Это был обзорчик акций. Пишите, что вы об этом думаете. И очень интересная штука. Сейчас вот очень рано и в полном объеме появились все описания этих акций. Вот это самое приятное, что сегодня во время профилактики случилось, потому что вечно проходит профилактика, стартуют сервера, проходит час. И тогда только выкатывают последнюю акцию типа, ну, адекватное описание. Сегодня оперативнее это сделано. Надеюсь, так будет всегда. Ну, все. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.